Всем привет, ребята! Наконец-то мы добрались до следующего выпуска, чтобы еще на несколько хатикол у нас стало меньше. Всем привет-привет огромный! Я уже прям соскучился по вам, по вашим рисункам. Сейчас будем рассматривать ваши новые шедевры. Я очень... Так, а ты что тут делаешь? Бенди, слушай, ну я хочу тоже с вами поозвучивать. Чего? У нас тут мест нет, нам даже сесть-то негде. Ну пожалуйста, я могу озвучивать какую-нибудь старую бабульку. Ну-ка, ну-ка, а ну давай. Ну что, внучок, как там в школе дела? Вай-фай раздают? Нет, что-то ты вообще не похожа на старую бабульку. Ну можно я еще раз попробую? Ну что, внучок, как тут шиперы? Бушуют еще? Нет, ты вообще не похожа на бабульку. Не-не-не, иди-иди, без тебя хватает. Ты вообще в контакт захотела, собиралась у меня рисунки. Конечно, внучок, я всю жизнь в контакте просидела. Ну что-то не похожа, иди собирай, у тебя там сообщения опять накидали, я заходил сегодня, смотрел. Ну внучок, ну пожалуйста, ну возьми меня озвучивать. Так, я кому сказал, иди работай. Борис, Сэмми, у нас тут посторонние в студии. А ну-ка, выведите ее отсюда. Бенди, ну пусти ты ее поозвучивать немножко. Нет, не пущу, я тут король. Ну пожалуйста, я тоже хочу, чтобы мне лайк поставили. Да ладно, тебе и так лайк поставят только за то, что ты рисунки их собираешь. Иди, иди, все, иди отдыхай. Эх, ну ладно, пойду. Пока, ребят. А ну-ка, подожди, подожди, тебе тут благодарственное письмо прислали. Забирай и топай. О, а можно я его прочитаю? Можно, 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 можно. Ай, ладно, давай читай по-быстрому. Спасибо вам за то, что делаете видео сразу после школы. Настроение есть, вы такая взрослая, как будто мама с ютуб. Если бы я вас встретила, я бы вас обняла. Спасибо тебе, Катерина. Я тебя бы тоже обняла, если бы встретила. Ну вот, я же говорила Бенди, можно я буду озвучивать бабушку? Я же очень взрослая уже. Бабушек нам еще не рисуют, так что давай письмо бери и беги в контакт. Контактируй там с пришельцами. Кол, братик мой серый, иди сюда. Ну что тебе опять надо? Я надеюсь, ты меня по делу зовешь. О, а что это с тобой случилось? Да вот, бинтов подарили огромную кучу. Скоро аптеку открою, стану миллионером. Седнес, а ты что трясешься? Замерз что ли? Да, холодно тут у нас в студии. На тебе вот, покрывальце. О, спасибо, Кол. Не мерзни, брат. Вот знаешь, Седнес, иди я тебя обниму, погрею. Вот был бы нормальный комикс, если б не эти дурацкие сердечки у нас над головами. Посмотри, как светло вдруг стало. У шиперов глаза загорелись. А кто такие шиперы? Тебе лучше не знать, Седнес. О, слушай, Кола, что ты весь в царапинах? Да так, работа критика, знаешь, не очень простая. Ну, а ты не работай критиком. Нет, не могу. Они не могут остановиться, я тоже теперь не остановлюсь. И вообще, как я критикую, это еще цветочки. Вы пойдите под видео Татьяны Восков Тейл почитайте. Вот где элита критики собралась. А я вообще просто одуванчик по сравнению с ними. Слушай, Кол, а почему нас все время вместе рисуют? Ну как же, мы же с тобой братья. А, а почему у нас сердечки над головами? А, это не обращай внимания. Это они просто любят сердечки везде лепить. Вот, Алису нарисовали, сердечек налепили. И красота. Кол, давай я лучше ему объясню, Седнес. Слушай, когда ты видишь чей-то портрет, возле него сердечко. Это значит, что его любят. Вот, Алису кто-то любит, например. Вот здесь вот эту девочку с голубыми волосами. Меня кто-то любит. Вот здесь меня она любит. Поэтому здесь везде сердечки. Вот, смотри, нас с Борисом кто-то очень-очень сильно нас любит. Вот они тоже кого-то любят. Видишь, у них красные и черные сердечки. Марусю с Барсиком кто-то любит. Вот где Маруся пропадала. А вот его, наверное, никто не любит. Видишь, он какой грустный. Сердце у него разбитое. Вот, даже Чару кто-то любит. Посмотри, у него тоже сердечко есть. А вот он, наверное, хочет, чтобы его любили. Видишь, он на себе вывеску повесил. Полюбите меня. А вот он, наверное, не знает, кого полюбить. Предлагает свое сердце. Но поскольку у него на глазах повязка, ему, наверное, не видно, кого любить. Вот он ее снимет потом и увидит. А вот он сидит на лавочке и ждет свою любовь. Так, а вот Кол, кстати, женится на прекрасной даме. Эй, ни на ком я не женюсь. Черт, а с два дождете. Вот смотри, Сэднес. Он любит Алису. Поэтому у него хвостик сердечком. Слушай, Сэднес, отдавай Алису вместе поцелуем. А то она сегодня грустная такая. А почему она грустная? Да потому, что ее жених в очереди ждет. Это в какой очереди он ее ждет? Ну в какой, в какой. В какой-то другой выпуск попал ее жених. В этом выпуске его нету. Поэтому она сегодня гулять не идет. А, понятно, бедная Алиса. Алиса, ну ты не расстраивайся. Мама Кайла мало его нарисовала. Поэтому он там где-то в другом выпуске в очереди стоит ждет. Ничего, я подожду. Я никуда не тороплюсь. В конце концов, у меня еще целая вечность впереди. Ну да, конечно, всех Борисов переела. Вся вечность у нее впереди. Бенди, да отстань ты уже от Алисы. Может, она меня и не съест вовсе. Может, меня Генри спасет. Или, может быть, Генри для нее какое-то зелье сварит. И освободит ее от этой ее ужасной сущности. Слушай, Борис, это оказывается у нас не только волк, но еще и оптимист. Вот, держите баночку супа за это. О, спасибо, Бенди. Я как раз проголодался. А то Сэмми что-то совсем обнаглел. Ни печенье не делает, ни колбасу не покупает. А что с ним случилось? Обленился, наверное. Говорит, на улицу холодно стало. Не люблю я холодную погоду. Там дождь, слякать. Не пойду я туда. Тоже мне дюймовочка растаять боится. А Колу вот Гарри нарисовали. Колу теперь тепло будет, да, Кол? Да, Колу теперь тепло будет. Он к тому же еще и девочка оказывается. О, ну это уже перегнули палку. Да, еще меня кое-кем назвали, потому что я за няньками бегаю. А я может хочу с кем-нибудь под пледом погреться, рядом посидеть, чаю попить. А из меня тут уже не пойми кого сделали. Ну ладно тебе, Кол. Нет, не ладно. А меня еще обвиняют не пойми в чем. Даже в том, чего я не совершал. Вот, например, говорят, что это я виноват, что этого товарища кто-то побил. Я его вообще первый раз в жизни вижу. Ну так познакомься, это Джон. Вот тут написано. Был экспертом раньше. Правда, в чем не написано? Может быть, экспертом в любви, как в том мультике. Ну это просто фантазия у ребят буйная. Тут я с тобой, пожалуй, соглашусь. Фантазия реально буйная. Написали, что я бегаю за девчонками и режу их ножом. Ты представляешь, значит, как тебя рисовать? Вот такое милашечка с большими глазками. А как Кола, то это что-то страшное такое. И он режет девчонок. Борис, это ты сейчас прикололся, такую картинку поставил. Да нет, Кол, просто смешно так это. Такое что-то страшное. Ну ты совсем не страшный. Ну вот и я о том же. Прячьтесь скорее, детки. Иначе придет страшный Кол и потыкает вас ножичком. Будет бегать за вами и кричать тык-тык-тык-тык-тык. Кто не спрятался, Кол не виноват. Кол, ты что меня милым назвал? Ну конечно ты милый. Ты посмотри на эти картинки. Милота так и прет из экрана. Нет, ну подожди. А вот смотри, вот сейчас картинка будет. Вот здесь я тоже милый. Слушай, если бы я надел розовую юбку, я был бы милее всех на свете. Ну ладно, ладно, подожди. Сейчас мы найдем другую картинку. Вот здесь может быть. Да ладно, здесь ты тоже милашка. Ааа, Борис, ты что, издеваешься надо мной? Ты специально такие картинки поставил? Конечно, ставьте лайк, я одобряю милоту. Ааа, милоту он одобряет. Ого, смотри, Кол, смотри, какие мы тут страшные с Борисом. Но мы тут на дедушек на каких-то похожи больше. Ну явно не на монстров. Нет, подожди, я тебе докажу. Меня тоже монстров рисуют. Сейчас я тебя найду. Блин, ну что тут одни какие-то милашечки, а в юбочках? Ааа, еще одна милашечка. Ну где я тут страшный? О, ну вот ты тут очень даже страшный в виде гаечного ключа. Знаю, тут я опять милый. Даже я бы сказала слишком милый. Шарфик для Бенди, как он просил в 81-м. Спасибо, автор. Слушай, Борис, я из тебя сейчас комплект постельного белья сделаю. Ну-ка давай страшные картинки. Ну вот тебе страшная картинка. Борис, ну это же не я, это Пеннивайз. О, во-во-во-во, смотри, Кол, смотри, какой я тут страшный. Очень даже страшный. Ну и здесь тоже страшный. Эх, Кол, видел бы ты, как меня вначале рисовали, обвиняли, и я и Бориса убил, и я и Джо убил, и я, короче, всех убил, всю студию убил. Так, короче, хватит огрусом, у нас время с загадок наступило. Итак, загадка номер один. Это стопудово никто не отгадает, вообще ни один человек. Загадка номер два. Ну, может быть, угадают пара человек. Загадка номер три. Вообще никто не угадает. И загадка номер четыре, исключительно для постоянных зрителей, живущих в ВКонтакте. И загадка номер пять. Ну, это, я думаю, легко отгадать. Опачки, Кол, а кому это ты собрался выходные портить? Да вроде никому. Вот, попросили критику сделать, причем попросили обидеть. Но не знаю, чем тут можно обидеть, ну разве что линии лишние не стерты. Свитер у девчонки какой-то грустный, прям злой даже свитер. Ухо у нее на затылке. Ну и, конечно, как можно было инка не раскрасить? Это руки оторвать просто за это можно. Без ноги, Борис, здесь все правильно, у волка ног не бывает. Здесь сказали жесткую критику. Ну, я даже не знаю, что сказать. Бенди Клоун, это шедевр. Где тортик, я бы назвал по-другому, где рисунок. Амина, это, по-моему, совсем не Амина, а просто Чара. Девушка для кола, ну я бы вон ту зелененькую выбрал. А так девушки нормально нарисованы. Вот этот рисунок вообще просто шикарный. Все красиво, и венок, и шарики, и волосы отлично. Вот этот рисунок мне тоже понравился. Очень все четко и красиво видно. А Ружан стала рисовать на скорую руку. И куда-то подевала все свои цвета, все свои прекрасные краски. А Ружан, верни краски. Кто проживает на дне океана, Билл Шифр Квадратной Штаны. Маленький треугольник совсем без изъяна, Билл Шифр Квадратной Штаны. Классный рисунок, мне очень нравится. Марионетка, которая управляет марионеткой, которая тоже управляет марионеткой. Это уже что-то из области политики. Херзи, которую женили на Анти. Почему черно-белая страна? Кстати, автор Анти очень возмущается. Почему Анти женят, на ком попало? Анти у нас одиночка, и ни на ком никогда не женится. По-моему, на сегодня это все, кто хотел критики. Ну ладно, Кол, все так все, беги уже. Отдыхай, критик ты наш. А мы с Борисом будем смотреть, что же там дальше будет происходить в наших рисунках. Так, я вот тут вижу Сэмми, который служит Анти. Это же надо кто-то додумался, сейчас начнут Сэмми всякого рисовать. Так, это я плачу, потому что на меня одели платье, а я бы не плакал. Это мои папа и мама. Папа Кол и мама Анти. И причем, мама говорит, чем больше братьев, тем лучше. Фи-фи, два года. Ненавидит Колу, потому что он ее бьет и обижает. Так, это у нас тоже ненавидит Колу, наверное, он ее тоже бьет. Это просто пони, еще одна черная пони-демон. Кому это нужны обнимашки, говорит эта девочка. Кто это, я, к сожалению, не знаю, потому что отказываются авторы подписывать своих персонажей. Вот тут понятно, костюм для Альгиры, понятно, что это у нас Альгира. Здесь тоже понятно, что это мой новый братик, которому уже 30 лет стукнуло. Это Белла и ее тень, сестра Бориса, если я правильно понял. Это зефир, очень красивый зефир. Мне очень нравится его бантик. Зефир, если ты будешь не против, я хочу тоже такой бантик. Нарисуйте мне кто-нибудь такой же сиреневый бантик. Мне очень нравится этот цвет. Бельбетон или Белбетон, которому 10 лет, тоже мой брат. Еще один мой новый брат родился из шариковой ручки. Сестра Сэмми Бенди Бориса и Алисы. Слушай, а сколько у нас их Борис? О, Бенди, это очень трудный вопрос. Ты знаешь, по-моему, звезд на небе меньше, чем у тебя братьев. Это точно, братьев у меня, конечно. Как говорится, нарожали кучу целую. Сестра Сэмми. Сестра Сэмми не может быть демоном Сэмми. У нас человек был когда-то, так что она тоже должна быть человеком. Это у нас Нурай. Серьезно такая леди, так серьезно куда-то смотрит. А это Тобичи, которого сжег папа. По-моему, Тобичи стал очень красиво выглядеть. Он такой милахой стал, похож на Пстаблука чем-то. Так, это селфи с Норманом. Очень редко рисуемым. Это нефилим, тоже от Нурай. Так, это у нас, если кто не понял, это кадры из фильма Гео Шторм. Это один кадр, вот это второй кадр. Я, честно говоря, вообще не знаю даже, о чем там фильм. Так, это мы уже переносимся в Майнкрафт, в квадратный мир, где все квадратное, квадратные даже шары для игры. Блин, я забыл, как эта игра называется, Борис. Бенди, ты что, это бильярд называется? А, точно, бильярд. А как можно в бильярд квадратными шарами играть? Ой, ну не знаю, надо будет попробовать поиграть квадратными шарами в бильярд. Так, это у нас тут любовь уже пошла. Любовь, морковь, алмазы добываем в подземелье. Что мы тут еще делаем? Бегаем с мечами. Это я ее могу убивать? Так, это меня тут спасают на каком-то корабле или обрыв, что это? Так, возьмите меня, куда взять? Я не могу ничего прочитать. Прости, Сэмми, ты не влез. Сэмми, ты не влез, понял? Жрать меньше надо, Сэмми. Ты уже в кадр не влазишь. Люди уже нарисовать тебя не могут. Ты уже на листке бумаги не можешь поместиться. Сэмми, остановись. Положи, положи сало на место. Мой лорд, ну почему? Ну можно мне кусочек? Сэмми, ну ты понимаешь, тебя люди нарисовать уже не могут. Ты на листик не помещаешься. Ну ладно, мой лорд, я буду есть немножечко меньше. Это ж надо, а? Сэмми на листик не поместился. Бедный Сэмми. Ещё шедевры есть. О, Генри губы накрасил. И глаза подвёл. Вот Сэмми, смотри, тебе надо на неё быть похожей. Смотри, какая стройняшечка. Элис на Хэллоуин. Ох, какая страшная у нас. Алиса будет на Хэллоуин. Так, это ещё кто-то полосатый разноцветный. Мой лорд идёт пока. Это подружка Сэмми, наверное. Вот Сэмми, ты хоть и толстая, у тебя подружки есть. Так, это я не знаю кто. Это Винди 31. Трунь-трунь. Играет. Так, это кто бы стал няней моей сестры Мэнди? Господи, у нас нянь. Да, вот она пусть станет вот сразу. Раз она пошла, значит, она няней будет. Так, это я пою тут песню. Я всех живей на целый век. И создатель-предатель. Это Борис откусывает мне голову. И поэтому у меня появляется вот эта выемка на голове. Так, это Кэрри Уайт, сделанная на песке. Это Мангл, закрывшая глаза и собравшаяся спать. Это Фокси, которая открыла один глаз и машет рукой. У меня уже заплетается язык. Борис, замени меня. Господи. Это что такое страшное-то? Оба на андертейловцы пошли. Вот сразу видно, кого любят больше андертейловцев, больше любят. А я там в углу на скотче приклеенный. Так, я чара. Вот даже чара и то на меня похожа. Сестра Лос-Санса. Какой ужас. Бедный Лос-Санс. Это его сестра. Похоже на Татьяну Восковтейл. Так, это Папайрус. Красивый Папайрус. Шикарный Папайрус. Санс, красавчик. Так, кто у нас тут дальше? Еще один красивый рисунок. Смотрите, как шикарно нарисовано. Чтоб все у нас так рисовали, а? Ну, это тоже Санс. Ничего такой. Так, вот это я не понял. Это Санс или Гастер? И на Гастера вроде похож. Но больше на Санса, конечно. Это точно Санс. Я надеюсь, что это Санс. Меня не кинет в меня автор свой тапок. Это тоже Санс. Такой романтический Санс. Бориска, где моя печенька? Нет, это больше подойдет. Бориска, где моя сосиска? А это вот эти две сожрались. Точно по глазам вижу. И вот эта пони тоже сожрала сосиску. И Алиса тоже съела. Она там участвовала. Она им сосиски раздала. Ладно, ладно, Борис, остановись. Остановись свою бурную фантазию. Это ты все сожрал по-любому. Там Бориска была написана. Бориска, где моя сосиска? Так, вот моя печенька Пеннивайз. А может, Пеннивайз сожрал наши сосиски? Может, он везде лазит. Он такой. Да, оно такое коварное. Он не догадается, что я забрал его ботинки. По-моему, тут только дурак бы не догадался. Что ты такое? Ты идиот. Я это ты. А если ты идиот, то значит, я тоже идиот. Вот, два идиота, короче. Это тоже я такой красивый. И весь раз красивый пою песню. Вот это, я не знаю, кто-то из какого-то мультика. Так, Бендита, троюродная сестра Бенди. Господи, уже троюродные. Уже до троюродных добрались. Это Надя Новая Оз. Это тоже моя сестра сидит на лавочке, ждет. Так, это осенняя поделка в школу, наверное. На пятерочку сделана. Вижу, пятерочка там стоит. Так, это чьи-то персонажики пошли. Это овечка. Это овечка для Сэмми, по-любому. Только она печальная такая. Так, Вероника в костюме Ангела Алисы с третьей главы. Это сказали, что из учебника биологии. Объясните мне, что это? Когда аниматор перепутал серый цвет и нарисовал Колла в виде Бенди. А, Колл, ты косплеишь меня очень неплохо. Кокен в виде Бориса на Хэллоуин. Больше на зайчика похоже. Ехал Сэмми на коне, ввел Бориса на ремне. Алиса в это время мыла Бенди на окне. Я бы на это посмотрела. Это, наверное, очень прикольно выглядит. Так, это ангелочек. Приютите нас. Да, конечно, заходите. У нас двери всегда открыты. Так, это, наверное, это я. Это косплей на меня. Сэднес. Блин, Сэднес. Я не узнаю тебя в гриме, конечно. Капхэд Бенди отдай трубочку. Эту застрелю. А ну попробуй догони сначала. И вообще, я бессмертный. Так, это вторжение Сафонова, который назвали енотом. Коля, люблю тебя. Какого Коли он любит? Нас Коли вроде нету. Кроме маленькой Колы, которую то ли Коля, то ли Колла зовут. Так, ля-ля-ля, пойду поем печеньки. А дальше, дальше мы тут ничего не смогли прочитать. Как не старались. Наверное, Борис, как всегда, их съел. Сэмми думает, я счастлив. Другая сторона думает, когда все закончится, я врежу Сэмми. А Софа думает, Галя не знает, что я умею читать мысли. Так что вообще неизвестно, кто кому врежет. Ох, час тридцать. Самое время подкрепиться. А, привет. Что у нас там пожрать есть? А, Кол? Ты что, сожрал мою нутеллу? Надя, что с твоим глазом случилось? Тебе лучше не знать. А ну-ка, дай посмотрю. Ах, я так и знал. У тебя болезни анти, ты тоже у нас теперь одноглазая. Этот автор любит всех, любит Алису, любит меня, любит Бориса. И говорит, Бенди, Борис, Сэмми, мне плевать, как вы выглядите. Главное, будьте собой. Я не люблю, когда говорят, что он выглядит так, значит, он злой. И тут же рисует такой комикс. Стоит злой Кол. Сэднос смотрит на него и плачет. Говорит, Юля, он страшный. Юля говорит, Кол, не трогай Сэдноса. А Кол говорит, значит так, отдай Сэдноса, и ты не пострадаешь. И начинает ее бить. Хрясь, трясь, удар. Она говорит, хватит. Он говорит, нет, достает ножик. И, в общем, начинает ее резать. Бедный Сэднос ее защищает. А вот это я, я монстр. Я иду кого-нибудь тоже скушать. Я же говорила тебе, что ты не продержишься. И еще я видела, как ты убил эту девочку. Расскажи, что произошло. Я не знаю, меня как будто кто-то или что-то контролировало. Надя? Да. Надя, ты в порядке? Да-да, я в порядке. Что-то незаметно. Ты какая-то странная. Я сейчас все объясню. Ах, все понятно. Слушай, у меня есть идея. Пойдем за мной. А куда мы идем? Потом узнаешь. Давай, беги быстрее. Мы уже пришли. О, как тут жутковато. Слушай, закрой глаза. Нет, точнее, закрой один глаз. Ну, хорошо. Отлично. Теперь потерпи немножечко. Все, можешь открывать. Ух ты, я снова стала собой. Я теперь не аниматроник. Спасибо тебе, Бенди. Да ладно, не за что. Вечный комикс про печеньку. Я увидел печеньки, но они наверху. Я говорю да. И мне говорят нет, дай, нет, дай, нет, дай, нет. И в итоге я делаю милые глазки. Я говорю, ну, боже я. Естественно, мне дают эту банку с печеньем. Так, что у нас там дальше будет? Я немножечко упоролся. Что за черт? Это Алиса и Сэднес, в принципе, это лучше, чем кое-что другое. Сэмми, помоги мне. Типа, я лежу такой. Сэмми подбегает. Боже мой, мой лорд может вас донести до кровати. Несет его. Говорит, мой лорд, не бросайте меня. Я ему, видимо, шлепаю по маске. Дурак, я не умер. Я спать просто хочу. Мой лорд, я хочу ваших обнимашек. На что ты готов, Сэмми, чтобы Бенди полюбил тебя? Привет всем. Ты кто такое? Ах, а ты еще меня страшной называешь. Эй, вы! Я тоже с вами хочу. Ах, йох-йох. Уи, я летаю. Спросил Сэмми, что такое шиппинг, если ты не знаешь. Ну ладно, я не против. Сэмми, Сэмми. Здравствуйте, мой лорд. Сэмми, что такое шиппинг? А, ну... Я ничего не знаю, мой лорд. В окно! Кто с тобой, Сэмми? А-а-а! Лютик, по-моему, бинт на глазу тебе мешает, одень лучше вот это. Спасибо, Анти. Не за что, я все сделаю, чтобы мой брат был жив и здоров. Ну вот на этой замечательной ноте Лютик жив и здоров, его починили, наконец-то. Мы будем заканчивать нашу передачу. Борис, иди, я тебя обниму. Это еще в честь чего? Ну как, часть чего мы наконец-то выпуск доделали? Кол, иди тебя обниму. А, сейчас разбежался. Ну, хотя ладно, да, не буду, пожалуй. А то мало ли, что еще нарисуют. Ну все, ребята, всем пока-пока. Огромное всем приветище. Всем обнимашки. До новых встреч. И помните, надо радоваться, не надо напрягаться. Наш канал поздравляет с днем рождения Александру Шин, Мирославу Костюм, Яну Чан, Матвея Ахмедова, Анастасию Заикину, Марию Логашову, Ольгу Чепирегину, Иру Коноплю, Викторию Вичкапову, Иру Богданову, Женю Кириллову поздравляем, Данила Бессмертного, Дарью Кутьменеву, Дашу Тян поздравляем, Ирину Фролову, Дарину Наркаеву, Музык Кэт с днем рождения вас, Владлена Маджара, Яну Василькову, Викторию Лисьеву, Пашу Носова, Софью Белову поздравляем, Арслана Акбутина, Сестру Макс Акбека Мамаева, Нурай с тетей ТВР, Рэнди Винди, Приветик тебе, Стовка Морковка, Огромный привет с обнимашками, Космикет Герл, Привет, Ирина Тынникова, Привет, Лера Исаева, Привет, Диана Ващенко, Привет, Ксюша Борисова, Иди обниму, Лаки Лиза Шеф, Приветик тебе огромный, Настя Супер Дашина Музыка про любовь, Привет с обнимашками, И всем пока-пока, Ребятки, Печенюхи, Печеньки, Ну, Тяжелые мои печеньки, Я пришел домой, И вижу пустоту, Ты все сожала, Не оставил ни одну, Ты можешь отрицать, Ты можешь не соврать, Но их ведь уже нет, Твою мать!